Как улучшить свои жилищные условия и не потерять деньги? Таким вопросом, как правило, задаются люди, желающие стать участниками долевого строительства. Этот вариант приобретения жилья, в принципе, является самым доступным, ведь стоимость квадратных метров в долевом ниже, чем в готовом варианте в новостройке, и тем более на вторичном рынке. Но выгода всегда граничит с рисками. Застройщик может обанкротиться, стройку заморозят и так далее. Это, конечно, не правило, а скорее исключение. Тем не менее, это исключение имеет свойства редко, но случатся. И в Якутии такие примеры тоже есть. В итоге дома приходится достраивать, что называется, всем миром. И мы постарались выяснить, как в республике помогают жителям, попавшим в подобные ситуации. Говоря про покупку жилплощади, не стоит забывать об ипотечном кредитовании. Сегодня объемы выдачи кредитов в России резко увеличились. Только за первый квартал 2017-го российские банки выдали почти 200 тысяч займов. И этот банковский продукт распространяется на любой вариант покупки жилплощади и является, пожалуй, единственным способом для среднестатистической российской семьи решить квартирный вопрос. Среди этих вариантов и долевое строительство – довольно распространенный способ потратить заем на квартиру. Кроме низкой цены за квадрат он несет и другие преимущества. К примеру, иногда на стадии строительства можно внести пожелания по планировке. Единственный минус – человек покупает будущую квартиру, а не готовый объект. И здесь не обязательно, но может произойти то самое исключение, о котором говорилось ранее. Сегодня в Якутии порядка 20 проблемных объектов. У нас 18 проблемных объектов, в том числе и большие дома есть в городе Якутске, и небольшие четвероквартирные дома в Чуропче есть, по которым недобросовестные строительства уже на стадии банкротства находятся. И долгое время, уже несколько лет объекты не достраиваются, не завершаются. Один из таких объектов в Якутске – пятиэтажный дом по улице Пекарского. Строительство началось еще в 2006 году. За 11 лет работы останавливались несколько раз. И сегодня дольщики, вложившие свои деньги в будущие квартиры, достраивают дом за свой счет. Все, кто право собственности оформил, мы заносили за свой счет новый кооператив. Вваживаем, вносим деньги частями, как бы с каждой квартиры по определенной сумме. Ну, как бы делим поровну, потому что, в принципе, остались общедомовые работы. Фасад вот мы уже со свой счет сделали, кровлю заново, крыши сделали, потому что, как бы, крыша была только для вида сделана, чтобы, видать, как бы ее не беспокоили дольщики. Ну и все. Подобная ситуация случилась и с дольщиками объекта первой очереди на Каландрашвили-66, нашумевшей северной строительной компании. Однако им проще. Объект был близок к завершению, когда у компании закончились деньги на строительство. И, несмотря на имеющиеся трудности, якутские дольщики при поддержке правительства региона намерены завершить строительство своих домов в декабре текущего года. Впервые, значит, вот в истории решения проблем по обманутым дольщикам в республике было создано два кооператива. Процесс такой очень трудный, но нужно дать должное участникам, жителям, что они активно все это, значит, во-первых, проверяли, во-вторых, активно в эту работу включились и два дома идут на ввод в этом году. С привлечением большей части средств для посредственных жильцов. И, значит, республика доводит туда в одном случае там порядка 25 миллионов, в другом порядка 15 миллионов. Деньги переводят не сразу, а по факту выполненных работ и всех необходимых проверок. Но поддержка оказывается не только дольщикам двух домов, а всех включенных в реестр. Программа поддержки в основном предполагает компенсации обманутым дольщикам. Между тем, есть в регионе дома, которые проблемными официально не признаны. Пример – три объекта в 203-м микрорайоне Якутска, строительством которых занималась компания «РФА Инвест». Работы начались два года назад и шли без проблем до этого года. И весной тогда еще генерального директора Бориса Григорьева объявили в розыск. В отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в выводе из компании 158 миллионов рублей. С этого момента все пошло не так. И до сих пор стройка стоит. У нас есть группа в WhatsApp, была организована инициативная группа. И вот эта инициативная группа, мы в принципе писали много куда. Путину обращались во все возможные министерства, комитеты и так далее. И как видите, стройка до сих пор стоит. Ну и вот ждем. Ожидающая позиция у нас, как говорится. То есть ничего не ясно. Вообще ничего не ясно. В правительстве региона заявляют принципиальная позиция – достроить дома. Для двух объектов с высокой степенью готовности уже найдены застройщики. В течение этого и следующего года дома будут сданы. Уверенность в этом есть. Готовность третьего объекта 2.1 составляет менее 50%. Вместе с этим имеется большая долговая нагрузка перед дольщиками. И сейчас ведутся переговоры с Алмаз-Иргенбанком о продолжении строительства дома. Работой должно заняться дочернее предприятие банка. В настоящий момент оно совместно с РФА-Инвест проводит процедуру согласования документации. Планируется, что к концу месяца появятся первые результаты этой работы. В целом в компании заявляют, что взяться за объект готовы. Настрой боевой, опыт есть. В таких проектах не в первый раз. Поэтому, если мы договоримся, условия каждой из сторон будут приняты. И нас поддержат дольщики, то я думаю, мы должны будем справиться с объектом. Наш принцип – это качество. Поэтому мы не будем торопиться и штамповать какие-то клетушки. Нам нужно, чтобы качество соблюдалось. Это в первую очередь принцип нашей компании. Подводя итог, стоит добавить, что поддержку дольщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, со стороны правительства сегодня оказывают. Более того, в республике в прошлом году создали комиссию, задача которой – не допустить появления очередных проблемных объектов. Павел Танин, Владимир Павлов, Евгений Лугинов. Якутия. День за днем.